Привет, 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 песеры, с вами Морш, вот и стартовал очередной турнир в турнирной группе ЕС Собака, я думаю вы на нее все подписаны, если не подписаны, ссылочка в описании и закрепленном комментарии. Я решил залететь в этот турнир, я играю под эмблемой сборной Кореи и вот такой состав я выставляю на первый матч. В чем прикол? Просто обычными составами, ну для меня играть неинтересно. Понятно, что ребята будут биться за приз, турнир платный, 150 рублей входа, там призы и все дела, классно. Я не рассчитываю на призы, я хочу, чтобы было мне интересно, я хочу, чтобы было вам интересно это смотреть и в чем же смысл моего состава. Дело в том, что здесь 10 игроков, ну естественно кроме вратаря, стоят не по позиции своей основной. Да, есть небольшое читерство, типа Модрич у него основная опорник у этой карточки, а мы ставим его на ЦПЗ, стиль работает. Салах, кстати, здесь центральный нападающий, поэтому Салах у нас будет играть без стиля. Маркинирс на правом защитнике, Эрнандес изначально у меня левый защитник, Кунде изначально вот эта карточка правый защитник, Мальдини естественно центральный. В общем, вот так вот я придумал и таким составом я постараюсь дойти как можно дальше. Полезные ссылки, как турнирные, так и естественно стандартные, типа моей лички, если тебе нужно задонатить на мобилочку с российских карт, ты найдешь в описании и закрепленном комментарии. Ну и давайте переходить к составу моего первого соперника, посмотрим, чего он нам сможет предложить. Итак, первый мой соперник обладает вот таким вот составом. Здесь, конечно, все гораздо дороже и богаче, чем у меня. Здесь у нас и Биг Тайм Месси, и Эпик Хави, и Эпик Вееры, и Эпик Иньесты, и Чех на воротах эпический, и Шоу Тайм Сона. В общем, я думаю, будет сложновато. Да, кстати, товарищи, которые играют против меня зовут Исма, и ссылка на него в телеграме. Исма, нижнее подчеркивание, 9-9-5. В общем, первые два матча, я уверен, что вам будет интересно. Ну, а я все это дело, само собой, прокомментирую. Погнали к матчу. Само собой, два матча полностью показывать, ну, достаточно долго просто у нас получается. Первый матч у нас формально хозяин мой противник, он играет в форме Вилана, я в форме сборной Кореи. Ну, и посмотрим, что будем из этого всего выходить. На 13-й минуте я ошибаюсь, Месси хорошо подкручивает в дальний угол, я первый пропускаю. Но, в принципе, те, кто смотрел мои турниры, знают, что я частенько первый пропускаю. Но отыгрываться я умею, как бы с этим у меня вроде проблем нет. Здесь не получилось вынести мяч за Модрича. Ну, и само собой, Месси из такой позиции не мог сплаковать. 27-я минута, Кройв по левому флангу прорывается, дает передачу нам БПшечку. БПшечка хорошо открылся. Возвращает на Кройва, пошла ошеломительная подача, и Салах пытается практически в упор расстрелять ворота Чеха. Не выходит, но, вы знаете, опять же, по предыдущим моим турнирам, Салах еще свое покажет. Передача на Месси, 31-я минута, хорошо у нее получилось прорваться, но попадает он в защитника, и, к сожалению, мяч до ворот не доходит. На 35-й минуте Месси в центре поля отдает на Сона, тот продолжает передачи на Дэвиса, Дэвис снова отдает на Сона. И вот здесь вот не совсем понятный удар, Исма исполнил, вот, достаточно слабо, ну, скорее всего, просто прожал кнопку, а потом уже не прожал отменить удар. Тем не менее, я выношу мяч за вратаря, не получается выиграть верховую борьбу, но Модрич отлично сыграл в перехвате, а Кройв уже несется по левому флангу. Передача на БП, который снова находит свободную зону, отличная его карточка, передача на Салаха, и Салах все-таки расписывается в воротах Милана. 1-1, все немножечко стало полегче. Заканчивается первый тайм, здесь у меня был шанс углового, который я не реализовал. Собственно, звучит свисток на перерыв, 2-2 по ударам у Исмы, 3-3 по ударам у меня, и 50 на 50 четко ровненько по владению мячом. А так мы переходим во второй тайм. Сразу я попытался использовать киков, потому что, а почему бы и нет, и у Месси получилось, ой, не у Месси, у МБП, конечно же, получилось прорваться, но в ворота он почему-то решил не попадать. Да, киков достаточно читерная штука в нашей игре, но если она есть, то что ее не использовать, так сказать. 48-я минута, на правом фланге Месси подключился после передачи Салаха, на индивидуальных качествах заходит в штрафную и пробивает в дальний угол. Здесь для Куртуа проблемы были бы, если бы Месси все-таки попадал в ворота, но повезло, повезло. 50-я минута, Салах получает мяч на правом фланге, но Мальдини так просто двойным касанием не обойдешь. А передача на Кройфа, и МБП начинает уже свой забег. Выход один на один, такой шанс нужно было реализовать. 2-1, 52-я минута, я впереди. МБПшечка у меня левый полузащитник, вы знаете, много раз я его хвалил в самых разнообразных своих видео. Да, играет без стиля на позиции центральной нападающей, но при этом он охренительный. Вот, если у вас будет возможность его поймать, если нам снова повторят команды недели, то, конечно, стоит ловить. Дальний удар ошеломительный на 57-й минуте, Куртуа мой справляется, 62-я минута. Салах снова на правом фланге, на замахе попытался убрать Мальдини, но Мальдини видел и замахи, и двойное касание, чего он только не видел. Передача нам БП от Кройфа, и здесь хорошо, я получилось убрать Дэвиса, но, к сожалению, мяч ворота не зашел. Легенькое двойное касание, Чех на месте, все-таки 102-я карточка Чеха, это достаточно сильно. Пирла подает угловой, как раз произошли замены, опять же, с замены я выпускаю футболистов тоже не на свою родную позицию. Мусяла на левом фланге, получается у него уйти от своего оппонента, но вот передача, к сожалению, не получается, и я получаю право на второй угловой. Теперь с левого фланга. 68-я минута, тем временем, у нас Модрич у мяча, подавать я буду крайне близко к воротам, Модрич делает подачу, Кунде пробивает, но здесь вратарь справляется, и Диас блокирует удар на добивании. Хороший момент был для взятия ворот, но, к сожалению, не получилось, не фартануло. Дэка прорывается на 74-й минуте, отдает передачу на Холланда, который пробивает с острого угла, мой вратарь пока что справляется. 2-1, 75-е, я напоминаю, я веду. Мусяла отдает передачу на Мальдини на левом фланге, который против своего одноклубника Несты выступал. Мусяла отдает на Дераса Каету, и, к сожалению, снова защитник мяч блокирует, забить не получается. Винни на 81-й прорывается, пробивает в Холланда, и Дека на добивании вгоняет второй мяч мне в ворота. Ну, к сожалению, к сожалению, таким образом и заканчиваемый первый матч, победителя мы не выявили в этой схватке, хотя, конечно, возможности были. Даже вот Сон на последних минутах пробивал, но снова удар в защитника, и звучит финальный свисток. Итого, 2-2, заканчивая первый матч в этом турнире. Что ж, был и камбэк, и был камбэк от Исмы. По статистике, сами видите, все максимально ровно, поэтому давайте переходить ко второму матчу, там будем решать, кто сильнее. Итак, второй матч, я решил сделать некоторые замены в своем составе. У меня выходит Руми Ниги, который изначально имеет позицию оттянутого форварда, но все его используют на центральном нападающем, а значит, в условия мы попадаем. Играет не по своей родной позиции. На правого защитника у меня выходит Кимих, который изначально ОПЗшник. Ну, и на левого защитника у меня выходит Альяфика, который изначально левый полузащитник. Посмотрим, как эти ребята покажут себя на поле. Ну, и состав моего противника, он тоже решил сделать некоторые замены. Тут у нас Нистелрой выходит изначально на центрального нападающего, Сон слева. Месси теперь играет справа. В общем, поглядим, поглядим. Я уверен, что второй матч также будет интересен. Ну, и погнали. Теперь номинальный хозяин поля я. И попробуем начать с кикоффов, а там поглядим, чего будет. Что по кикоффу? Передача на Месси, передача на Руми Ниги. И Руми Ниги побежал, и Руми Ниги побежал, и Руми Ниги в ворота не попал. К сожалению. К сожалению, почти один в один, как получилось и с Месси. Но Руми свое еще покажет, вы же знаете. Причем это самая обычная его легендарная карточка с бирюзовым фоном. Ой, не с бирюзовым, конечно же, с фиолетовым фоном. Вот, Эпики у него посильнее. Месси на шестой минуте теряет мяч. Модрич отдает передачу на Кройфа, и Кройф сразу же в касание запускает Руми Ниги, который убегает и от Диаса, и выходит один на один. Как и с Мбаппе. Опять же, не забил после кикоффа в подобной ситуации, и забил после того, как убежал в подобной же ситуации. Если бы второй момент, конечно, запорол, я бы сильно расстроился. Двадцатая минута. Месси. Мяч перехватил. Передача на Кимиха. Ошеломительная подача. Руми. Второй мяч. Второй мяч. Вот такой вот обычный легендарный Руми Ниги. А почему бы и нет? На двадцатой минуте я дал очень много пространства для Деку. Пробивал. Но здесь Куртуа на месте. А могло бы быть крайне опасно, если бы удар шел в угол. Он еще и попрыгивал мяч по зеленой траве. Поэтому было бы проблематично. Тридцатая минута. Месси отдает на Нистелл Роя. Играет в стеночку с Месси. И вот здесь вот я вообще не понял, как передача прошла. Тем не менее, Нистелл Роя выставляет ногу. И, собственно, два-один. Деку. Сорок четвертая минута отдает на Хави в центре поля. У Хави достаточно много свободного пространства. Тут я уже не вовремя блокировал. Но Тальяфико мяч перехватывает. У меня есть шанс на атаку. Месси начинает свой забег. Отлично открывается. Здесь, конечно, нужно было просто катать как по нотам. Я это и сделал. И Румениги у нас за первый тайм оформляет хит-трик. Классно. Очень классно открылся Месси. Причем это, опять же, его карта, которая у нас была от PSG за полторы тысячи золота. Никаких биг таймов или чего-то супер дорогого. Мне реально в кайф катать недорогими составами. Потому что часто я достаточно читаю в комментариях. Мы так первый тайм, кстати, и закончили. Да, 4-3-3-3-3. Вот. Немножечко у меня обвладения больше. Но, тем не менее, в принципе, более-менее равный. А вот счет на табло не особо равный. Так вот. Мне часто пишут в комментариях, что типа, ой, все, пездонатная помойка. Но, к сожалению. Да, вот здесь вот просто как Неста упал на жопу, я не знаю. Ну, момент крайне смешной. Пездонатная помойка. Все только за деньги. Ребят, и обычными составами можно катать, и обычными составами можно получать удовольствие. Ну, или крайне недорогими. Сон. На 61-й минуте легеньким двойным касанием обыграл своего оппонента. И забил прекрасный гол. Вот такие вот дела. Хоть один кореец у меня в составе будет. Гол шикарный, мне дико понравился. Ну, в этом матче мне больше только понравилось, как Неста упал на жопу, вообще не пойми с чего. 65-я минута. Передача на Сона уже моего оппонента. И здесь на личных качествах и дрибле Сон уже моего оппонента тоже забивает мне второй мяч. 4-2. По итогу. Три минуты арбитр добавил. Естественно, Исма пытался меня додавить хотя бы на третий мяч, но здесь мои защитники блокируют. Мяч можно спокойно выносить. Тем не менее, у меня не всегда это все получается. Я частенько именно на выносе мяча пропускаю голы, которые обидны крайне-крайне-крайне. Итого, 4-2. Второй матч мы заканчиваем. Статистику вы видите на своем экране. 53-47. По владению разрыва никакого нет. По ударам тоже разрыва никакого нет. У меня даже меньше. Но счет на даблок, как говорил Великий Лобановский. Итого, два первых матча я отыграл. Четыре очка у меня в копилочке. Посмотрим, чего будет дальше. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что пишете комментарии. Спасибо, что желаете удачи мне в этом турнире. Возможно, что-то со своим составом я на следующем матче еще покручу. В общем, я думаю, вы все увидите. На этом, ребят, прощаюсь. Полезные ссылки в описании и закрепленном комментарии. С вами был Морж. Играйте в футбол и получайте от этого удовольствие. До новых встреч. Пока. Пока.